приветствую вас уважаемые сомневающиеся да да именно обращаясь к вам те кто хочет купить energy boost но сомневается у меня тут накопился ряд вопросов какие же вопросы от вас идут первый вопрос можно ли сделать другую скорость мягкий взвод установить обвес и т.п. да все это можно сделать без проблем просто задача наша с александром было сделать максимально бюджетный вариант при достаточно высокой мощности поэтому в базовой комплектации она идет у нас фактически в стоке то есть здесь кроме клапана и настройки ничего не меняется это позволяет держать достаточно небольшую цену в относительно небольшую конечно по сравнению с тем что есть на рынке но новое изделие с такими характеристиками за такую же цену вы скорее всего не получите поэтому да без проблем можно до заказать что-то у нас всегда есть наличие что-то можно заказать на стороне выслать на наш адрес мы все соберем установим без проблем более того я хочу анонсировать три разновидности energy boost потому что мы уже провели ряд экспериментов один из наших подписчиков большое ему спасибо выслал нам полнотелные пули различного веса и формы мы сейчас активно тестируем винтовку с полнотелыми пулями и также по пожеланиям тех заказчиков которые эту винтовку уже получили но у них есть претензии допустим к взводу что он очень тугой по вашему желанию можно установить сюда мягкую пружину получить взвод аналогичный взводу в л-12 в калибре 5.5 при этом чуть-чуть потеряете в скорости примерно на 8 метров в секунду то есть от тех характеристик которые мы добиваемся чуть-чуть будет хуже но на самом деле это не особо критично в плане энергетики то есть не на траектории ни на чем это особо сильно не сыграет роли но тем не менее комфортный взвод можно сделать без проблем также спрашивают можно ли настроить на gsb king можно настроить на gsb king но не вижу в этом смысла то есть как я уже ранее говорил за воздух деньги брать я не собираюсь то есть мы берем деньги только за работу на gsb king и и настроить можно без замены группы и вообще принципе ничего с ней не делая то есть просто грамотно и и настроить зачем заниматься обманом или фейком каким-то нет мы этот energy boost рассчитана основном на пулю 2 и 2 грамма второй вопрос почему нет отстрелов и какая у нее кучность да ради бога сейчас я вам покажу отстрел данная винтовка имеет ствол лоттер вальтер соответственно кучность стандартная для этих стволов но тем не менее пожалуйста сейчас на камеру я сделаю вам отстрел несколько групп покажу причем я буду стрелять с клиентским прицелом которые вы уже видели у меня в обзоре это бюджетная оптика с не очень комфортной сеткой но тем не менее я не ставлю сюда спортивный прицел а вот именно то что получит клиент если он повторит отстрел в тех же самых условиях то есть никакого обмана здесь не будет ну что ж давайте отстреляем на 50 метров несколько групп винтовочки был 12 energy boost сразу же пристрелка происходят а а Еще группа. Еще группа. Еще группа. Давайте попробуем еще одну группу. Скорее всего нам не хватит для отстрела. Но вот, если что, две вот этих пойдут у нас. Здесь пара выстрелов еще должно быть. Потом редуктор откроется уже у нас. Ну все, как я и сказал. Здесь пошло снижение уже. Все. Каждая винтовка отстреливается. Ни одна винтовка, проданная без отстрела, не будет. Третий вопрос. Почему не ставишь альтернативные модераторы? Здесь два момента. Первый момент я вам уже озвучил. То есть это максимально бюджетные изделия. Модератор сюда не входит по цене. И второй момент. Именно в калибре 6.35 из тех альтернативных модераторов, которые я пробовал ставить на данное изделие, они все ухудшают кучность. Причем значительно ухудшают. И это конкретно связано с установкой этих модераторов. Поэтому, ради бога, ставьте сами, но вы получите отстреленную винтовку с той мишенью, которая будет у вас в паспорте, именно со стоковым модератором. Я гарантирую, что она будет стрелять точно так же, как она стреляет у нас. Следующий вопрос. Какую винтовку выбрать в калибре 6.35, если ВЛ-12 не нравится, но тратить большое количество денег не хочется? Есть ли другие варианты? На самом деле это не очень корректный вопрос. Но, тем не менее, есть, почему же нет? Из альтернатив это Мотодор R3M, причем версия лонг и с тюнингом на 2.2 грамма. А цена вам встанет примерно в 73-75 тысяч рублей, потому что там тоже достаточно серьезное вмешательство нужно делать. И обычно за тюнинг берут от 5 до 8 тысяч сверху от цены. Или Хорхи Егерь. Цена будет от 75 тысяч и выше. То есть 80-85, но тоже в зависимости от того, какой там ствол и какие настройки вы хотите. А там Ана-6. Ну, если МЛ-15, но также после тюнинга Саши Фомича, да, в принципе, можно их тоже брать. Это будет, наверное, по ценовому диапазону и по мощности. Второй вариант после ВЛ-12. В принципе, но сами имейте в виду, что стволы там непонятно какие ставятся. То ли Комета, то ли... И для того, чтобы заставить ее стрелять очень хорошо, надо либо с этим стволиком что-то делать, либо перестваливаться. Но это уже в бюджет не укладывается. А вот именно М2Р брать в калибре 6.35 или Ультра я не рекомендую, потому что цена выйдет очень дорогая. Следующий вопрос. Есть ли гарантия на винтовку? Конечно, есть. Год с момента покупки в паспорте ставится дата продажи и в течение года все гарантийные работы проводятся бесплатно. Следующий вопрос. Полнотелые пули можно ли запускать? Это, кстати, один из самых частых вопросов. Сейчас ведутся работы по настройке на полнотелые пули. Скоро какой-то результат мы получим. Пока результаты нас не устраивает для того, чтобы делиться ими с вами. Вот, в принципе, все, что хотел показать.